А потом говорит, если американцы завтра, то мы сегодня. Вот это его коронная фраза, которую я переношу всегда, как событие, которое было таким определяющим. Знаковым. Была страшная гонка, засекречивание всего. У американцев что-то там не получалось со связи. А потом спрашивает его, а кто же полетит? Он говорит, трудно сказать, есть несколько человек, которые выдерживают 15G. 15G ускорение это очень большое. Это тогда, когда уже человек может не выдержать. И какой-то наш космонавт, летчик, испытатель от Антонова, говорит, вот проверяли нас на ускорение линейное и дали сначала 8G. Ну, все выдерживают, говорит, надо перерыв делать день или два между этими испытаниями. Человек должен как-то прийти в себя. Я говорю, да я хорошо себя чувствую, давайте дадим следующую ступень. Дали ему там, по-моему, 10G. Он тоже, я хорошо себя чувствую, давайте еще следующее. И дали ему потом ускорение и полопались у него... Перепонки. Не перепонки, а капилляры на спине. И оказалось, что это выводит человека полностью из строя. То есть, он уже не может быть космонавтом, нельзя это вылечить. Так он говорит, ну я дурак. Я такой азартный дурак, вот я себя почувствовал хорошо, перед этими не дал. Надо было давать перерывы. А медики, куда медики смотрели, что не дали мне перерыв вот этот, для восстановления организма. Вот. И так он оказался как бы инвалидом вот в этой области. Так что вот эти вот люди, которые выдерживают такие сумасшедшие ускорения, вот это уникальная нагрузка. И Эли Свекаш, она вот пишет статье в свой Ленинградский университет, что вот у него Свекарь был медиком в Звездном городке, и проводил вот эти исследования, испытания. И когда, говорит, как-то он анализировал вот эти все записи, и говорит, человек обрывается на полусловие иногда, сознание полностью выключается. И, говорит, мы не знали, какой же предел может быть у человека доступен, ну, как бы говоря, пригоден, когда можно его запускать. Потому что они все из кожи лезли, лишь бы выдержать, вот пройти этот экзамен. И утаивали состояние свое собственное. Тогда он догадался и взял обычного какого-то испытателя человека, посадил на этот самый, на перегрузку эту линейную. Ну, и спрашивает его, вот, говорит, когда тебе дали вот такие вот, еще средние вот эти, эти самые. Он говорит, ты знаешь, что мне показалось, он же не отвечает и не конкурент космонавта. Он говорит, мне показалось, что у меня в мозгу, в мозгу последняя извилина выпрямилась. Вот его описание состояния перегрузки. Не тогда, когда на полуслова ты прекращаешь сознание, теряешь. Так вот так он охарактеризовал вот эти испытания, сказал, что это было действительно, ну, чисто сердечное признание такое вот. И действительно, перегрузки эти очень сильно влияют. И если при 15G, при 15G теряется возможность дыхания, вот, то, конечно, и речи быть не может. А нам давали 32G на эти аппараты. А зачем? Вопрос, зачем? Зачем? Вот я и говорю, так они объясняют. Во-первых, говорит, аппараты амортизируются. А человек может быть амортизирован, вот, а аппараты жестко стоят. Так поэтому они должны держать более жесткие условия. И удары, и вибрации, и все. А человек, он же в каком-то там, этом самом, вожементе, там им может амортизаторы свои. Вот. Во-вторых, говорит, запасы должны быть. И каждый дает свои запасы понемножку. Вот. Ну и, говорит, бывают всякие случаи, говорит, и люди. И когда вот я фиксировал с Миряненко, вызвали нас гном, спускался на парашюте. И потом на земле, говорит, вот он работал, работал, и вдруг перестал работать. На земле уже, когда углы пришли. Ну, так мы приехали, сняли этот аппарат с этого шарика, там, начали крутить. И потом, когда действительно, во-первых, сама запись интересная. Нас до сих пор не ставили, как-то не показывали, что значит спуск. И парашютная, и расстыковка. А здесь вот идет запись, мы анализируем аппарат. Они на парашюте спускаются в шарике. Где-то баражирует самолет, не видит их, но связь с ними есть. Ну, и они, оказывается, не знают, на какой высоте они. Потому что, наверное, еще качает этот парашют, качает, как бы говоря, эту капсулу. И потом, не видно, они, наверное, лежат, иллюминаторы, они недоступны. Вот. Наверное, привязаны. И лежат, и ждут, когда же, когда кончится этот спуск. И двое старых, опытных там космонавтов, и одного нового обкатывают. Такие у них правила сейчас. И вот этому новому говорят, ты не болтай, ты язык прикосишь. Говорит, удар будет такой сильный, что ты, говорит, не это самое, потеряешь сознание. Ты, говорит, напружинься. Снова летят, спускаются, снова начинают разговаривать, снова там, снова его предупреждают. И потом слышно удар, потом мат такой, и снова удар. И спрашивают, ты жив, ты жив, ты жив. Понимаешь? То есть, вот эта перегрузка колоссальная. А, подожди, а вот до малыша была модификация звезды. Звезда М просто. Можешь мне это слово характеризовать? Она такая же была, с такой же вот, с параллоновой этой самой изоляцией. И электроника примерно та же. Электронику я не помню, потому что я уже, по-моему, в армии был, когда с укропа там что-то делал уже. Потому что уже там Юрий Тельфан появились, и уже... Ну, Андриана сделала на ленте. Андриана сделала одну идеальную вещь. В отличие от того, что вот наши конструктора как-то они не догадались, а он такой, более такой был, выдавщик. Он попробовал фрикционную передачу. Мы до этого сделали шестеренчатые передачи. Ну вот. И вот гранита вся. Звезда 64, о которой ты говоришь. А здесь, наверное, нет, здесь нет этой самой... Это 64 уже не амортизировано. Наверное, сказали, что не надо амортизировать, потому что... Я тебе скажу, что звезда... Звезда последующая использовалась уже, наверное, для ретрансляции, частой. Ретрансляции вниз. Здесь большие катушки, может быть, часто использовались. Сброс полковой связи. Шумо в кабине. Так они нам говорят... Во-первых, вентилятор работает. Вентилятор это... Ну, как бы поток воздуха на микрофон действует очень сильно. Во-вторых, писки всякие скрипит аппаратуру и шумно все. Ну, нет той космической тишины. И самое главное, эта звезда потом, когда я ее анализировал, то в невесомости она быстрее закрутилась. А почему? Ну, потому что здесь на двигателе центробежный регулятор оборотов. И центробежный регулятор, я тогда думал, вот он, он не сработает. И вот не включится. Он не залипнет, а просто не будет включать двигатель. Я параллельно центробежному регулятору поставил сопротивление, которое дало скорость аппарату меньшую, чем нормальная работа. И тогда, во-первых, регулятор работал с меньшей нагрузкой. Он переключал, ну, идет ток и через сопротивление, и через контакты. И, во-вторых, ну, вот было такое, как бы говоря, гарантийное дублирование этого центробежного регулятора. Ну, это же первое изделие, это первое ДКС, и мы туда еще не думали о стабилизации. Потом мы начали делать стабилизацию электронную, везде. А, вопрос такой задать хочу, смотри. От проволоки вы перешли к ленте. Первая попытка, вот она была, но этот магнитофон в пилотируемом режиме не использовался. Вот, а потом снова вернулись в проволоке. С чем это было связано? Потому что надо было сделать, мы уже делали проволочные аппараты на луну. Ну, вот я сейчас ее сюда возьму. На луну сделали тоже аварийный аппарат, который был, забыли просто его заказать вовремя. Сделали рюкзак, а потом опомнились и сказали, как же так, говорит, у нафига не будет фиксироваться эта самая работа. Это первый малыш? Да. Это малыш В. Ну, это малыш, который должен был работать у астронавта, там у лунатика, должен был, вот это только нижняя часть. Это универсальный аппарат. А нижняя часть, вот она вот такая вот, вот, меньше, это то, что мы могли сделать, в принципе, в рюкзак астронавта. И там места не было, и каждый 5 грамм веса математически надо было обосновывать. И мы тогда делали его, как бы говоря, об аварийном порядке, и тоже без постановления правительства. Нельзя было нас заставить сделать. А этот аппарат уже был как воспроизводящий, видит бортовой. Ну, естественно, что здесь, аппарат сам записывает вот эта половинка нижняя, а здесь поставили коммутацию. Еще хотели они поставить коммутацию, чтобы управлялась как с Земли, так и вручную. Вот. Ну, с Земли надо было тогда импульсное управление реле делать. И когда этот Кахана мне говорит, ну, нам надо, чтобы мы с Земли могли, и потом должен быть прокурорский, такой, чтобы космонавт к нему. Так я ему сказал, что говорю, вы поставьте вот здесь вот, для прокурорского варианта, фиксацию тумблеров, поставьте, это самое, рамку какую-то, и поставьте вот так вот тумблер. Если один так, причем третий так, или там какой-то вот так, вот здесь вот планка, это сам пруточек такой, а здесь опоры. Он можно выставить в нужный режим, то есть он не может ни стереть, ни выключить, ничего не зима от управления. Это прокурорский вариант. А меняется только кассета. Кассета одна на взлет считается, одна кассета на, это самое, на рабочую. И кассета на спуск. Просто меняется кассета. А это все остается в режиме записи. Ну, вот такой вариант, он получился оптимальный. Вот это вот. Так все-таки, Николай Валерьянович, переход на, или возврат к проволочному носителю, именно вызван был тем, что этот аппарат, ну, требования к лунному аппарату были очень жесткие, массогабаритные требования. Как можно меньше. Как можно меньше. А моменту нельзя было обеспечить. Ну, сейчас можно было бы, может быть, сейчас, если бы мы это делали. Но я тебе скажу, что мы на Малыше, впервые с Юркой Роговым, мы обнаружили, что на проволоку писать нельзя, вообще, в принципе, по идее. Это ошибка. Мы это все приняли раньше, как готовое решение. Во-первых, был немецкий минифон, вот такой вот, вот такой вот, ну, может, более плоский, в два раза тоньше. Но кто-то уже писал, кто-то делал. Мы пришли к тому, что мы, когда начинали работать, уже зерно делалось на есть, и уже проволока райотская была сделана. И, конечно, на проволоку можно больше записать. Понимаешь? Но мы потом все время браковали эту проволоку. То нагортовка, вот она вот, пустишь, она такая вот крученная получается, то грязная, то пишет плохо или хорошо. И мы издевались над ней, пока вот не отберем эту проволоку, не помоем ее. И она бедная там, она же механик, ну, вернее, метавлург. Она нам делала все, что могла, и мы эту проволоку отбирали. И в конце концов, когда мы с Юркой работали с малышом, и потом вот так вот один раз записали частотку, а потом перемотали, снова воспроизводим хорошую частотку, потом мы перемотали чуть дальше, и назад возвратились, и частотки не стало. Потому что проволока перевернулась, где-то у нее есть эллипсность какая-то. И это мы не можем прогнозировать. Ну, вот проволока круглая, но на самом деле она, вот идет одной стороной записывается, а потом может воспроизводиться уже другой стороной. Понимаешь? И тогда мы говорим, что невозможно это исправить. И попросили ее делать плющинку. Ну, плющинку, проволоку 0,09, плющинку можно в два канала писать, там уже это другое дело. Но на проволоке, на проволоке вот невозможно. Конечно, мы посмотрели потом уже по теории, зазор, толщина промагничивания, и она не может промагничиваться, понимаешь? Даже проволока 0,03. Это 0,05, это грубо еще. А здесь 0,03. 0,02 тоже не будет промагничиваться. Но это величина зазора зависит. Проволочная должна была бы быть... Пишет на этой стороне, а потом возьмет и сама перевернется другой стороной. Ну, почему она не может промагничиваться на полную глубину? Потому что, понимаете, вот проволока, вот если вы ее будете мотать, мотать, вот здесь она, например, короткий участок, вы намотали сюда, назад, и она, ну, если той же стороной будет... Она диаметрально перевернулась. Это как будто у этой ленты зазор появился воздушный. А там она просто перевернется, там грязи не будет, она другой стороной, чем без лаза. Кто будет это проходить мимо головки воспроизведения. Ну, естественно, вот эти, сколько там, 30 микрон ее диаметра добавятся как расстояние между зазором бошки и магнитным слоем. И за счет этого высокие, естественно, потеряются... Высокие, поднеские еще могут быть. Все понятно. Здесь единственный путь, который можно было бы еще как-то варьировать, это скоростью можно было бы быть. Итак, лучше сколько, 17 сантиметров в секунду? Или сколько она была скорость? Нет, скорость здесь была, по-моему, 50... Ну, 5 сантиметров в секунду, да? Нет, 5 или 7 сантиметров в секунду. 5 сантиметров в секунду, это достаточно большая скорость. Большая скорость, подношение к ленте, да. Но все равно нам выгодно с точки зрения... Ну, с точки зрения экономии... Главное место, да, понятно, чтобы... Ну, и вот это вот... Намучили с строками, мол. Но главное то, что мы от Орлевской требовали... Мы и знали. То, что она не могла сделать. Она же не могла заставить эту... Нет, эту полуку проходить всегда одним и тем же вором. Мы ее к этому привели. Мы же браковали. Мы браковали. И вот, знаете, то, что там говорят, хорошая катушка или плохая... А на самом деле это мы виноваты. Потому что мы не задумывались никогда над таким простым вопросом. Как же там она может писаться, промагничивать, и насколько она промагничивается. Понимаешь? А потом, конечно, ну... Ну, с темы... Возьми там любые учебники, любые эти самые... И посмотри, она не должна писать высокие частоты. Понимаешь? Да, все понятно. Этот Маляренко меня с Бабищем свел с ума. Я был в институте. Уже потом мне на три года дали возможность. Очень ускоренный институт. Они тут придумали себе фокус. Маляренко Бабищ конструктор. Я его понимаю. А Маляренко хитряк. И он взял... Ну, есть у нас горд. Во время записи есть полностью горд, когда пропадает запись. То есть зазор... Длина волны равна зазору. Ну, то есть нет... 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 Нет дерьмоничивания головки этого самого покраяна. И тогда, конечно, наступает полный провал. А потом, когда ты увеличиваешь дальше уже частоту более высокую, Снова получается запись. И он решил вот этот горд, используя второй уже горд, Используя для того, чтобы сократить... Это самое... Сократить... Скорость записи. И вот он перешел на... Он хитрый... Он взял пятимикронную головку. И записывает, например, там, например, на скорости 8 миллиметров, уже маленькая скорость. Мы обычно пишем, там, 2,4, там... Ну, мы переходили до 1,2 можем перейти. Я боялся на этих аппаратах... Сделал полтора раз, так как это не на пленочных, на этих аппаратах. Полтора раз гарантии. Такой вот осторожный баланс был. Чтобы было и надежно, и экономно. А он вот на 5 микрон, и взял 8 микрон, и записывает этот горд. И поставил туда контур. На ту частотку, вот на более высокую. Поставил контур еще этот самый. И говорит, вот запись с фокусом на этих 5-8 миллиметрах. А вот базь него выключает тумблер этого контура. И, ну, показывает рабочие. И, конечно, глухой звук получается, или более острый. Ну, и запатентовали они, и два этих самых... Эти, вот сказать, дурля... Считают деньги. Километраж, магнитофоны, километраж, сокращение длинной ленты. Экономический эффект. Да, экономический эффект. Это тогда все. И эти километры там, и миллионы здесь насчитывают этих денег. Мы, конечно, посмеялись. Я пришел с института, фокус на него показали. Я подсчитал его, это самое, отчеты на этом. Этот Розенкранс дал им авторское. Я говорю, это же простые вещи, ничего там нет такого. И говорю, что вы не учли, вы поставили грубую головку, 5-микронную головку. Мы уже ставили полтора микрона. Микрон можно было делать головку, понимаешь? И этот диапазон мы захватывали бы еще, ну, без горба этого. А он поставил 5-микронную головку. Синус х на х в головке. И там, конечно, этот горб чувствуется. Так вот он на втором горбу воспроизводил. И таким образом на широком зазоре пытался воспроизводить более высокие частоты. Получил авторское, но это же фигня, понимаешь? Потому что там сигнал шума, все прочее, аж хуже, чем на основном этом горбе. Николай, слышишь? Так я говорю, что я, конечно, пошел к кабаку. И говорю, кабак, говорю, ну, что за фокус? Это и у Бургова, по-моему, описаны эти горбы все. И никто же на них не работает. Ну, говорю, ну, и он посмеялся. Ну, говорит, ну, что мне авторское бабичи, что я ему буду перечить там или что-то. Но они же захотели, чтобы кто-то внедрил. Ты же понимаешь, что значит внедрить фокус в наши изделия. И у меня там полуторамикронный зазор в головку. И мне не надо эти горбы. И до этой горбы я давно далеко имею запасы все. Да, да, совершенно лишнее все. Да. И они хотят, чтобы мы внедрили. А почему? Потому что на космос никто не проверяет. Это уникальная аппаратура. Это не завод, это вот мы делаем сами. И вот если я здесь уже применю, так вот я сам же буду имучиться, понимаешь? Они Гринчику на самолеты поставят. Гринчик говорит, у нас диапазон температур там минус большой, плюс серия там. В общем, это все очень сложно, нерентабельно, не получается у нас ставить. Ну, тогда к Судрову он. А Судрова говорит, а вы попробуйте ту Маркину говорить. Ах, поставить фокус на его аппараты. Ах. И этим он задел Бабича, понимаешь? Бабич со мной всегда, как бы, ну, почти на равных мы разговариваем, но чтобы меня заставить, это невозможно. Он тебя уважал, да. У меня упрямый характер. Да у меня сложный характер тоже. Когда я работаю по ночам, так нельзя меня ругать, понимаешь? Ну, а вот он так иногда уже. И это его как-то закрутило, эта фраза. Попробуйте его говорить. И он говорит, вот внедряй. Я ему говорю, вы знаете, я сейчас вот сделаю эксперимент с вашими этими фокусами, с нашими головками, и покажу, что оно не может быть. Потому что я, когда головочники работают, я уже прослеживаю их изготовление. Есть зазоры геометрические, вот эти вот 5 микрон фольга, например, в головке. И есть эффективный зазор, когда нагартовка металла еще имеется, когда обрабатывают на камнях, а нагартовка металла. И есть эффективный зазор, который очень устойчив. Вот. И неравномерный он. Это же доля микрона уже там, понимаешь? Уже, уже, уже. И отжиг, и прижим этот. И когда мы сняли характеристику вот этого вот зазора эффективного, у нас вот такая вот кривуля совсем, неровный зазор. И потом поищи там вот двойное, вот этот гор поищи, не найдешь. Он размытый получается. Да, размытый, да. И потом он не нужен. Я взял головку нашу и записал эти же частоты, которые они писали, на своей головке. Она пишет нормально, прямом таком это все. Но Валеренко хитрец. Он для того, чтобы писалось лучше еще вот эти высокие частоты, он уменьшил подмагничивание. Вот. Ну, можно же уменьшить подмагничивание, и будут высокие писаться лучше. За счет падения основных частот. За счет ухудшения длинных волн, да. Да, и получается меньше динамический диапазон. Потому что я, если получаю, я всегда стараюсь с головки снять побольше сигнал, что с ней с частоткой. А потом я подведу там характеристику по частотке, подведу ее повыше. И получается у меня и большой динамический, и отдача высокая. Ну, корректирую эту частотку хорошо. А снять частотку за счет допуска искажения, за счет уменьшения подмагничивания, это, ну, преступно просто. Понимаешь, что мы портим, как бы говоря... В итоге вы их отбили, да? Нет, так я... Нет, просто, понимаешь, никто это не мог заметить, что он уменьшил подмагничивание резко. Для того, чтобы писали свой очень высокий частот. Нельзя это делать. Должен быть динамический диапазон, определяющий параметр магнитной записи. Ну, вот эта скорость, например, понимаешь, и отдача с головки, определяющая. А потом я за счет динамического могу ввести частотку. А так его грубить, и тем более искажения, тем более... Ну, это невозможно просто. Ну, я ему посадил Антошкина нашего. Говорю, ну, запиши вот эти вот все изписания, измерения. Ну, он сделал мне все. Все я проверил. Говорю, Бабичу, ну, вот мы проверили ваш фокус на нашей аппаратуре. Нет его у нас. Нет, и не может быть. Он возмутился очень, понимаешь. Потому что тот тумблером вот так вот, вот с фокусом, без фокуса, понимаешь. Это только за качество. И снова идет какое-то собрание, человек 20 в кабинете, и он меня заставляет при этих самых... Причем уже руганью заставляет, понимаешь, повышенный голос, он заставляет делать фокус. Я ему тем же тоном ответил. Говорю, вы не хотите разбираться. Сугроба меня подвел. Он просто столкнул нас. Вот так вот характерами столкнул. Я говорю, за это бить надо морду. Потому что я же не могу Бабичу, конструктору объяснить. Ну, как бы... Я говорю, возьмите эксперта своего Дунаева, возьмите там, или любого человека, радиста, который занимается записью. И посмотрите, я ему могу объяснить, а вам я не могу объяснить вот это. И потом размытый зазор в головке вообще. И механический, и эффективный зазор. И вообще, я говорю, я же с кабаком говорил специально. Специально вот на этот, по поводу фокуса. Ну, так вот так вот мы нас поссорили. Понимаешь, я... Потом он... Потом они сыграли на чем, когда мы сделали уже всю аппаратуру последней. Вот эти гномы все, и они пошли уже, в конце концов. Понимаешь, трудности. После разработки всегда вылавливаются ошибки всякие. Конструкторские больше ошибки. И наши, радистов. И потом... Ошибки слесарей, ошибки монтажников. Все это вылавливается потихоньку. Но потом уже пошло, аппаратура пошла. И вибрации, и все, все проходило нормально. И они разыграли нам комедии. Взяли этот хитон с Мануильского. Потому что эта система считается системой уже. А за эти государственные премии дают не за аппаратуру вроде, а за систему. И взяли эту систему себе сюда. Вот. А это большая стойка для КГБ. Где много аппаратов. Там штук 40 или 20, черт не знает. Компьютером управляется они. И она такая вот универсальная, как бы, такая накапливающая информацию система. Ну что там? Так вот этот модуль, он захотел, чтобы я делал. Я говорю, вы знаете, я специализировался на космосе. И специально взял это все направление, для того, чтобы потом я модернизировал аппаратуру. И меня не бросали, людей наших не бросали на следующие какие-то изделия. Ну из одного направления в другую. Типа крайности. На 25-м году института, говорю, чтобы нас вот так вот швыряли. Я говорю, люди срабатываются, люди специализируются, заказчики, связи эти. И потом мы будем модернизировать эту аппаратуру, наперед даже делать, вот так вот разрабатывать. Потому что у нас во время ОКРН нерусские вопросы возникают. Не должно быть этого. Хорошо, давай хитон. Вот это вот так вот, они мне отомстили, они взяли этот хитон, я, говорит, отказался делать. И говорю, я могу дать заявление, что я уже не могу, я увольняюсь. Вот, так они говорят, а кто же будет сопровождать эту аппаратуру? Я говорю, ну хорошо, тогда я беру должность ведущего инженера, а буду сопровождать аппаратуру, а хитон делать не буду принципиально. Вот так мы и разошлись. Вот так у нас и трагедия с нашим отделением совсем. Потом эти идиоты начали бороться за его кабинет, понимаешь? Подожди, подожди, я хочу такие вопросы задать, пока ты не ушел в другую сторону. Значит, ну я сейчас возьму два гнома, сюда лилипут, несколько слов еще. А вот как, скажем так, как ко всему этому, как помогал, как способствовал первый наш директор Каменев, Виктор Михайлович? Каменев способствовал, как, с чем может и как может. Бросили все силы, бросили все силы сюда, понимаешь? Иди же посмотри по его приказам, посмотри. Он расписывает, когда сделать документацию на упаковку, когда что упаковать, когда что отправить. Он тотальное было сопровождение. Тотальное. Понимаешь? И когда у меня не получалось что-то, я, например, перепутал вот эти вот ножки.